Вот вспомни, какие у тебя были самые длинные отношения? Ладно, извини, если выразилось недостаточно ясно для тебя, но я очень сильно расстроена. И потом, я хотя бы пытаюсь затащить кого-то в постель, а когда-то в последний раз проводила с кем-то ночь. Всем привет! Вы на канале Диофплей, и сегодня у нас будет продолжение Вальхалы. Не забываем пошлёпать мой лайк, написать свой комментарий, ну и погнали! Так, судя по счёту, я так понимаю, в магазин в прошлый раз я сходил, потому что я не помню, что я в прошлый раз сделал. Так, шо у нас тут? Так, ну тут новое уведомление какое-то есть. Нео Сан-Франциско потрясло. Мощное землетрясение, миллионы людей спасены. Кимберли Лавалет. В Нео Сан-Франциско произошло мощное землетрясение магнитудой 8.6. К счастью, современные технологии позволили зафиксировать землетрясение почти за час до начала разрушительных толчков. Благодаря чему у города было достаточно времени, чтобы подготовиться. Во время экстренного совещания премьер-министр Квильци отметил действия команд спасателей Нео Сан-Франциско и их молниеносную реакцию на сигнал тревоги. Вот на кого нужно равняться. Бла-бла-бла. Короче. У меня почему-то есть такое небольшое... Сомнение, что нам особо надо это вот все читать. Ну впрочем, ладно, давайте в этот раз я уж прочитаю, а вы в комментариях напишите, надо оно или не надо. Вот так будет хорошо. Вот на кого нужно равняться. Мы непременно установим такие же системы обнаружения сейсмической активности в нашем прекрасном городе. Стоит отметить, что бличия Сити на данный момент не являются сейсмоактивной зоной. А Квинси еще одна жертва среди гражданских, и мы запретим протесты. После того, как город охватила волна протестов, вызванных текущим кризисом экономики и безопасности Глич Сити, премьер-министр Квинси заявил, что если протестующие допустят еще хоть одну жертву среди гражданских лиц, то он лично издаст закон, запрещающий все виды публичных манифестаций. Это не может больше продолжаться, объяснил нам Квинси по телефону. Они хотят лишь крушить газ собственность, они активно саботируют наши попытки восстановить наш прекрасный город. Прям напоминаю то, что было полгода назад с Black Lives Matter. Так что я решил, что если за них умрет еще один мирный житель, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы запретить протесты. Белые рыцари получат разрешение использовать все доступные для этого средства. В следующем году Квинси будет баллотироваться в мэры на второй срок. Элис Рэббит, группировка, я знаю ответ. Элис Рэббит, кто это? Изощренность методов, применяемых ими для взлома всех видов защиты ПО, заставляет некоторых экспертов сойтись во мнении, что Элис Рэббит на самом деле группа людей, а не один человек. Так ли это на самом деле? Подобное случается уже не первый раз. Более полувека назад весь мир содрогнулся от действий группы хакеров. Они называли себя на невест... А стоп, вроде бы я это читал. Ахаха, они не были угрозой для причина... Угрозой... А причины... Для причина закодированных данных 19 декабря... Бля, что? Нихуя не понял. Ладно. В жопу. Так, ну что, на работу погнали. Четверг, 15 декабря. Ты смотри, прям предновогодний релиз выходит. Ха! Вечер добрый. О, здоров. Я ожидала, что бар перед открытием немного другой. Но похоже, здесь все как всегда. Альма. А, Леонид. Джиллион. Марсала. Я встретила ее по пути сюда и предложила заглянуть к нам. Надеюсь, ты не против? Конечно, чувствую себя как дома. А где босс? Она ведь не надела опять тот шлем, да? Она отошла. Не знаю зачем, но обещала вернуться. Ха-ха. Как этот самый... Господи, этот самый мишка. Как он? Олимпийский мишка. Во, я вспомнил. Ладно. Альма, устраивайся поудобнее, пока я тут все подготовлю. Хорошо, спасибо. Над нами. Да, да, мне в принципе как-то и... А, стоп. Не понял. А, боже, вот мой плейлист. Господи. Так, давайте отсюда все повыпихиваем. Я не знаю, зачем мы это готовим, но ладно. Так, последняя страница. Че у нас тут есть? Как она звучит? Так, как... Послушать, че она играет? Ладно, я понял. В жопу. Не будем слушать. Потом послушаем. Есть. Все, погнали. Время подавать напитки и вершить судьбы. Чего-чего? Да так, нас на курсах заставляли это говорить. Вошло в привычку. Вот как. Я ходила в школу, где нас заставляли вставать с руками за спиной, когда заходили учителя или директор. Только в старших классах мне удалось отвязаться от этого бзика. Ну да, что-то вроде того. Кстати, зацени-ка. Стакан с надписью? Для дж... Дже... Ээээ... Полагаю, это или автограф, или выписка от врача. Вчера к нам перед концертом заходила та певица, ну, Керамики А, точно, вот здесь это должно... Вот здесь это должно быть её имя Ты как-то не очень удивлена Я больше люблю Биллинг Это те две певицы, которые столбами стоят на сцене и просто поют? Ага, они Ах, похоже, вчера у тебя был день получше моего Мне пришлось расстаться с Дамьеном Ясно, хочешь выпить? Ты не то чтобы очень удивлена Альма, мы с тобой знакомы сколько? Уже пару месяцев Я бы скорее удивилась, если бы эти твои отношения длились больше двух недель Ты говоришь, что вы расстались, но вы даже не встречались толком Это скорее в духе парень оказался не в моём вкусе, поэтому я перестала с ним флиртовать Ты могла бы хотя бы притвориться, что переживаешь за меня Как говорит моя мама, если я что-то не покупаю, то только потому что знаю этот товар Кстати, о покупках тебе нужна рамка? Рамка? Да, для фотографий твоего босса Тех, которыми завалена память твоего телефона Некоторые из них явно тайком сделаны, кстати Это правда? Тебе-то что? Как ты, чёрт возьми, узнала? Так значит, это правда? Заткнись! Я хакер забыла? Хакер злить не стоит Особенно мне нравится то фото, где она спит у себя в офисе Блядь, я забыл звук скрутить О, всё, теперь будете любить, что я ему делаю А, ладно, впрочем, попой Особенно мне нравится то фото, где она спит у себя в офисе Ох, скопирую-ка я его себе, пожалуй Ты! Пока ты на меня с колоками не набросилась Замешаешь ко мне проникновение Хе-хе-хе-хе, конечно Альма хочет Хе-хе, хочет Проникновение Так, а двойное проникновение она не хочет? Так, карматрин А-а-а, подруга Ой, ты зря Ой, ты зря Сюда карматрин можно намешать Хе-хе-хе-хе Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе Пизда тебе Так, погнали Погнали Пиздец Пиздец, я сейчас распидорастик Как котёнка, блин От собачьего корма Эм, так, перемешай со льдом А, не возболтать, просто перемешать Я понял Блядь тут прям вот прям точно только 4 части всего боже я забыл там по вкусу бар ну теперь точно обострите в комментариях вот сплэр тупой все дела 1 так блять я конкретно не понял а чё оно не сработало блядский рот 2 дельта 2 фланергеда а или я немного не додерживаю блять я ебучий лед забыл бань ты блять а и будь ой блять это выдержка лед держи свое проникновение держим то дает коктейлем такие глупые названия обычно те кто их регистрируют ну да мы у некоторых людей довольно странное чувство юмора как у одной девушки которая продолжает смеяться с название этого конкретного напитка ну да ну да так погоди дамьян это кто тот у которого крутая машина еще он менеджер в банке но меня зацепила именно машина не что с ним не так он оказался ролевиком типа в насталке играет нет он поклонник полевых ролевых игр ебать а то есть и бегает в лесу в самодельном костюме и что же он отыгрывает ты слышала о ярмарках вудстака это те мероприятия где потные полуголые люди валяются в грязи и прилюдно трахаются ого ага мы они а они называют тебя хиппи он часто там бывает и я бы не хотела с этим связываться вообще а если бы я осталась с ним то мне бы пришлось рано или поздно а в том смысле что надо поддерживать своего партнера во всем что он делает но когда он увлекается такой дичью видишь в этом то и проблема ты так говоришь что вы расстались будто у вас было что-то серьезное но чаще всего ты человека толком не знаешь вот вспомним какие у тебя были самые длинные отношения ладно извини если выразилось недостаточно ясно для тебя но я очень сильно расстроена и потом я хотя бы пытаюсь затащить кого-то в постель а когда-то в последний раз проводила с кем-то ночь ооо пошла бабская хуйня вчера вот не считается что она с котом то делала эээ господи год назад это было ужасно и как нормально себя чувствуешь честно я не знаю как ты так живешь на твоем месте я бы уже давно заперлась в чела ниван с тем жеребцом ж... жеребцом? у каждого свои потребности и приоритеты да, но разве ты не скучаешь по теплу живого тела лежать на ком-то как на подушке и чувствовать его запах класть голову ему на грудь и слушать как он дышит пока гладит твои волосы засыпать зная что он рядом следит за тобой защищает тебя эээ... джил? эээ... если я налью тебя выпить ты закроешь рот? чтоб ты знала мой дядя хуан научил меня чрево вещанию когда мне было двенадцать так что питье не помешает мне говорить или травить тете розе бесовкусные каламбуры ладно налей мне чего нибудь странного будь добра чрево вещание значит странного? ты хочешь странные коктейли я правильно поняла? да чего нибудь эдакого необычного посмотрим странный напиток хм категория промо подходит идеально по стилю промо так эээ... эээ... стакан сансары эээ... эээ... я хочу этому дотину набухать так карма трена только три эээ... мне подходит пианистка только три карма трена пианисты три карма трена блин нам че не получится ее в зюзе? не получится ладно сансары я думаю лучше всего тут аж четыре всего надо и перемешать со льдом кстати сразу бахнем чтобы не забыть тоже блин буду тупить как первый раз черт возьми ну погнали вот да именно такого я и хотела видимо это про монопеток придуманный по случаю выхода фильма считай они просто ухватилемся за возможность продать то что никто в здравом уме не стал бы пить Знаешь, у тебя сегодня странные заказы Да? Да, обычно ты не начинаешь с брендения, а потом переходишь на что-нибудь вроде синего бархата Ну а в этот раз мне захотелось чего-то другого Знаешь, что-то подсказывает мне, что ты рассталась с Дамьяном именно потому, что он живёт по своему заданному шаблону Может быть Кстати, о шаблонах Нужно мнение хакера, что ты думаешь о Белли Стрэббит? Человек молчит с таким лицом лишь тогда, когда слышит нечто глупое Настолько глупое, что он прокручивает в голове специально заготовленную для такого случая тираду Хорошо же ты меня знаешь Когда-то давно существовала организация, которая взламывала простые сайты Пытаясь донести некое послание Не помню, как они себя называли, помню только, что они просто занимались мелким хулиганством Все, кто принимал в этом участие, называли себя одним именем Они хотели создать анонимную киберперсону, прославляющую идеи анархизма Неудивительно, что итогом всего этого стало появление Элис Рэббит Вот что бывает, когда идея достигает переломного момента и в... и выходит в основной поток Это уже не группа, а личность Неуязвимая личность, следящая за всеми, осуждающая каждого Они наблюдают... А она наблюдает, насаждает всем свои догмы и правила Ай, ес, а на деле всего лишь мыльный пузырь Да куча раздутой прессой Эдакая городская легенда, которую упорно пытаются сделать белью Значит, ты считаешь, что это не один человек? Не знаю, да и не желаю знать, честно говоря Ну да, мы стали свидетелями действий этой сущности Но это может быть кто угодно Человек, группа людей, компьютер, в конце концов И это не считая всех подражателей и шутников, которые просто прикрываются этим именем Короче, Элис Рэббит существует, но толком об этом ничего не известно Вообще, меня волнует другое Такие истории всегда привлекают внимание детей Они начинают взламывать все подряд, не понимая рисков и последствий Представь, что к тебе в бар заваливаются подростки и начинают требовать выпивку Вот так примерно я себя чувствую из-за всей этой фигни с Элис Рэббит Понятно Но хватит об этом, нам предстоит решить куда более важный вопрос Вопрос? Вопрос Почему ты с завидным постоянством откладываешь мои предложения потусить? Ааа, ты об этом? Ты ненавидишь меня, Джел? Тебе неприятно, когда я рядом? Нет, я... Если будешь продолжать так делать, я просто завалюсь к тебе домой Тогда ты точно не сможешь мне отказать Может быть, я даже останусь на ночь Устроим пижамную вечеринку, будем расчесывать друг другу волосы Рассказывать истории в темноте Примем вместе душ Я знаю, как тебе там одиноко Одни твои сиськи займут всю мою ванную Так разве это плохо, что ли? Блин, ты ответила слишком непринужденно Я так не играю Отреагируй как-нибудь Дай мне тебя немножко подразнить Ни за что Ну а если серьезно, почему ты отказываешься от моих приглашений? Это же не свидание Я просто хочу поболтать с тобой за пределами этих четырех стен Я по утрам просто никакая Специально записалась на ночную смену, чтобы рано не вставать Ничего, я тебя раньше десяти утра... Ничего, что я тебя раньше десяти утра не звала По моим меркам, это раннее утро Дело не в том, что я не хочу, как ты говоришь, потусить Просто не хочу рано вставать Ты просто безнадежна Ладно, мне нужно еще выпить Ну, давай, большой брендине Наконец-то Это моя Альма Так, большой брендине Так, брендине в принципе так А у нас это все влезет вообще? Двенадцать альдегида? Ни хер себе Стоп, в смысле, тут только шесть можно максимум? Куда я? Двенадцать? А, не, стоп, можно, 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 можно Там еще по второму кругу они начинают идти О, да Двенадцать Да, только у нас возникает проблем А, не, 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 не возникает Не возникает проблемы Так, два карматрина А то все остальное дельты запузырить Перемешать, выдержать Именно перемешать Так, я запомнил Перемешать Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь-тинь Готово Держи Какое же странное название Брэндини Изначально это должен был быть Мартини Но возникла проблема Оказалось, что БТС приобрел бренд Вермута Названного в честь Некой автомобильной компании Так что Они поменяли имя По какой-то странной прихоти Надо сказать Вот как Знаешь, я тут подумала Подумала? Да Тебя не волнует Что делают твои работодатели С информацией Которую ты им предоставляешь? Нет, не очень Как же это? Ты переживаешь за людей Которые уходят отсюда после пьянки? Да не особо Чаще всего Ну вот и я тоже не переживаю С чего это тебе? Ты что, спаиваешь людей? Некоторые считают Что моя красота способна опьянить Но мы же сейчас не об этом? Я получаю деньги Делаю свою работу И тут же забываю о ней Все это так просто звучит Из твоих уст Проблемы отпадают Когда знаешь Как обезопасить себя К тому же Я искренне считаю Своя работа веселой Хотя большая часть Моих контактов Всякие консультации Контрактов Всякие консультации И подобная им мелочь Ты встречаешься с клиентами Напрямую или? Нет Я стараюсь сохранять Максимальную анонимность Помню, как-то раз Я наняла пару детей Чтобы они передавали Мои письма Для безопасности, да? На самом деле Так я трачу Куда меньше времени Не приходится Иметь дело С клиентами Которые после работы Пытаются клеиться И приставать ко мне А еще Не нужно доказывать Что я знаю Свое дело Потому что видеть Или у сисястой Блондинки Не может быть мозгов Но дело не только В банальной осторожности Я пару раз Показывалась Вживую И Там даже не было Ничего опасного Просто заурядная Проверка безопасности Не знаю Может не надо Строить из себя Неуклюжего ботана Дать им то Чего они ожидают Или не появляться Вообще И не забивать себе голову Этой чушью А к чему были Все эти вопросы Да Просто давно Было любопытно Но я все Забывала спросить Вся эта движуха Селест Рэббит Заставила меня Задуматься о том Что значит Быть хакером Вот как В следующий раз Я тоже задам тебе Кучу вопросов Ладно Пойду я Еще увидимся А че Они все стали Только по два раза Дренькать Ну ладно Впрочем Похую Береги себя Привет Куколка Здравствуйте Мистер Донован Это он Часто Стол приходить Как любил Говорить Мой папаша Никогда Не лапай Зад бабы Коля руки Ее Из металла Они вроде как Из пластика И углеволокна Да плевать Из чего Моей печени В любом случае Пришлось Несладко Вы всегда Так здороваетесь С людьми Я мужик Мужик Не может Сдерживать себя Когда видит То Че ему Нравится Деточка Но ты не переживай Твоя доска Меня бережет Это размеры Сисек Или барная Стойка У меня На дочной Лужайке Богры Побольше А Значит Все таки Сиски Хотите совет Не стоит Язвить Тем Кто подает Вам еду Или напитки Да Не обижайся Ты И на твоей Шосток Найдется Сверчок Только Это Бодание Сегодня Не буду Особо Засиживаться Представь себе Иногда Приходится Ищ Работать Так что Оформи мне Как обычно Будь добра Как обычно Мистер Донован Хочет Как обычно Ха-ха-ха Всего Третий день У нас Уже Заказывают Как обычно Так Я знаю Че Он хочет Как обычно Пивас Большой Пивас Жаль Всегда Нельзя Больше Четырех Карматренов Ну да Ладно Два Дельта Четыре Фланергида Восемь Карматренов А Впрочем Получается Да До конца Заполить Один Два Три Четыре Пять Четыре Семь Восемь Поиск Как обычно То что нужно Что вас занесло К нам сегодня Мистер Донован Та девчонка Которая брала Вчера Интервью Даст у нас Еще один Концерт Через пару Недель Поэтому Я пытаюсь Выбить себе Эксклюзивное Интервью И как Успешно Ты вообще Понимаешь Кто перед С тобой Стоит Подпись На стакане Ну Да Что Должно Должно Быть Хоть Что То Она С такой Любовью И самоотдачей Занимается Своим Делом Что Всем Завистникам И провокаторам Должно Быть Стыдно У Лилем Что Простите Ты только Представь Как это выглядит. Сидит кучка заморышей и оживленно обсуждает дизайн робосисек. Несколько парней или звук и инженер. Без неё никуда. Дискутирует, классная ли у последней модели вагина вышла. Вот чё-то эта игра, это такая аллюзия на 2020 год, чтоб пиздец просто. Храни господь этих чокнутых засранцев! А что интересного будет в завтрашних новостях? Ты чё, думаешь я солью тебе свой материал, при том, что ты зажала сплетни обеечки? Как я могла что-то зажать, когда и зажимать-то нечего? Ага, конечно! На сей раз побуду добропорядочным гражданином и спущу всё это на тормозах. Но только на сей раз, поняла? Ты слышала о группе людей, называющих себя предвестники? Нет, что-то не припоминаю. Эти чёрти хотят свергнуть белых рыцарей! Читнул я как-то их манифест, восседая на своём фарфоровом троне. Очень занимательно! И подтираться им здорово! Они пишут о том, как прогнила система, что во власти сплошь бандиты и всё в таком духе! А, да, где-то что-то такое мелькало. Ну и что они? Они разослали письма в несколько издательств. Говорят, что готовы подкрепить свои слова. И завтра они предъявят общественности свои доказательства. Ого, похоже, это будет интересно. О, да! Так, малая, бахни ко мне под конец кровосток! Что? Почему у меня кровосток ассоциируется с русским говнорапом? Хорошо. Он хочет кровосток. Вот это поворот. А может, Гуфа? Так, ээээм... Блин, а сюда кормотрена вообще не надо. Чёрт, сука. Хорошо. А если я поэкспериментирую, это можно будет подать? Не, ну чё. Попробовать-то можно. что из этого выйдет давай, дедуль, тебе пиздача сбудет если у меня все проканает взболтай хуй знает, что вышло, ну давай погнали ааа, то есть мне нельзя я понял, это так не работает, к сожалению ладушки взболтай пожалуйста приятно видеть, что тебе это по силам сука лысая я слышал, что это бар Дан и Зейн это правда? мм никогда не думал, что вновь услышу о непобедимой Запада тем более, после этого случая с медведями где она сейчас? она за кое чем вышла медведя? шесть лет назад ничья и обделенная Дан и Зейн решала поправить свое материальное положение на подпольной арене десять разъяренных медведей она отправила их всех в нокаут потом вроде отпустила на волю и вы там были? я там бухал со скуки че ты от меня еще хочешь? а вы знаете, как она потеряла свою руку? не помню я был слишком пьян может, протас у нее уже и тогда был кто знает еще поговаривают что она потеряла ее на пейсболе так сильно бросила мяч что рука улетела вместе с ним вот это женщина ну это просто чушь какая-то да, похоже, эту чушь она сама придумала ну ладно, мне пора да и в следующий раз как увидишь Дану скажи спасибо от меня за мою вторую яхту я знал, что не прогадаю поставив на нее перед нам приходите к нам еще да, да, конечно и у нас тут обед можно сохраниться и сегодня на этом будет все так что всем спасибо за просмотр и всем пока спасибо за просмотр и Субтитры создавал DimaTorzok